Уважаемые коллеги, Ассоциация врачей первичного звена вновь приветствует вас на сайте. В 2021 году цикл вебинаров представлен 13 направлениями. Вебинары проходят в одно и то же время, каждую субботу и воскресенье. 14.30. Курс «Нутрициология». Читает украинцев Сергей Евгеньевич и его коллеги. 15.00. Курс «Нефрология». Руководитель Мальцев Станислав Викторович. 15.30. Курс «Врач и инфекция. Лицом к опасности». Руководитель Чеботарева Татьяна Александровна. 16.00. Курс «Дентальная имплантация». Ведут Александр и Дмитрий Стаматов. Мы провели более 500 вебинаров по 40 врачебным специальностям. Но впереди вас ждет еще больше интересной и нужной для вас информации. 16.30. Курс «Кардиологика». Читает Власова Надежда Леонидовна. 17.00. Курс «Актуальные вопросы от уриноларингологии». Ведут Свистушкин Валерий Михайлович и Никифорова Галина Николаевна. 17.30. Курс «Актуальные вопросы неонатологии». Читают Заплатников Андрей Леонидович и Дементьев Александр Анатольевич. 18.00. Компас «Детской психиатрии». Читает Ивашенко Дмитрий Владимирович. Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в своей профессии с помощью циклов вебинаров для врачей первичного звена. 18.30. Объединенный курс «Актуальные вопросы рефлексотерапии и детская неврология». Руководители Зыков Валерий Петрович и Тян Виктория Николаевна. 19.00. Курс «Общая врачебная практика». Руководитель Стримаухов Анатолий Анатольевич. 19.30. Курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии». Ведет Остроумова Ольга Дмитриевна. 20.00. Курс «Эндоурология и детская хирургия». Руководитель Шатохин Максим Николаевич. Также на сайте нашего традиционного партнера Ассоциации педиатров по выходным в 20.00 проходит курс «Диалоги с профессором» для врачей-педиатров. Ведущая – Захарова Ирина Николаевна. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edodefiscerano.ru Ну что, доктора, до встречи! Мы вас ждем! Что такое Серано? Серано – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей и конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами! Ваш Серано Здравствуйте, уважаемые коллеги! Предлагаю вашему вниманию следующую тему, посвященную возможным осложнениям датальной имплантации. Проблема осложнений при использовании имплантатов остается актуальной. Так, по данным различных авторов, количество неудач колеблется от 6 до 14%. Причинами осложнений имплантации могут быть биологические факторы. Недостаточное кровоснабжение костной ткани, регионарный остеопороз, своевременно не выявленные заболевания, нарушающиеся контролируемая и непредсказуемая нагрузка на имплантаты. Однако, в большинстве случаев осложнение обусловлено ошибками при планировании лечения, проведении оперативного вмешательства и протезирования. Осложнение, возникающее при проведении имплантации, можно посвященную на следующее. Это осложнение во время имплантации, осложнение в послеоперационном периоде и осложнение в период функционирования имплантатов. Рассмотрим сначала осложнения, которые могут произойти во время имплантации. Первый – это перелом инструмента. Чаще ломаются фиссурные боры во время препарирования костного ложа под пластиночные имплантаты. Реже сверла для препарирования имплантата в винтовой или цилиндрической форме. Основной причиной переломов фиссурных боров является чрезмерный нажив инструмент во время продольного сверления ложа имплантатом. Причиной переломов инструмента для препарирования костного ложа могут быть также за счёт неправильных температурных режимов стерилизации при стерилизации сухожировым методом. И также большое значение имеет выработанность ресурса инструмента. Чаще это инструменты, прошедшие больше 30 циклов стерилизации. Оставшуюся в косе часть склонного инструмента необходимо удалить. Пенетрация дна верхней челюстной пазухи и полости носа. Достаточно часто встречающиеся осложнения при значительной атрофии авиолярного отростка верхней челюсти. Причинами пенетрации могут быть неправильное определение высоты авиолярного отростка по ортам под томограмме, а также чрезмерное давление на инструмент и непрежное препарирование костного ложа. Чаще это осложнение имеет место при препарировании ложа под винтовые и цилиндрические имплантаты. Если пенетрация дна верхней челюстной пазухи или грушевидного отверстия произошла во время препарирования направляющего канала, необходимо измерить расстояние от гребня галярного отростка до места перфорации. Для этого можно использовать глубиномеры, входящие в наборы многих систем имплантатов или направляющие сверло. Расширение направляющего канала и дальнейшее формирование костного ложа необходимо проводить инструментами, высота которых будет меньше измеренного расстояния, как минимум на 1 мм, установив соответствующий этим размер имплантат, который будет отделять от дна верхней челюстной пазухи или полости носа слойкости толщиной около 1 мм. Если пенетрация произошла во время окончательного препарирования ложа при работе сверлом, разверткой или метчиком, возможно несколько решений этой проблемы. Это отказаться от установки имплантата в данном месте, и если позволяет условие провести имплантацию рядом с уже сформированным ложем. Также можно установить внутрикостный элемент имплантата, высота которого на 2 мм меньше глубины сформированного ложа. При этом перед его установкой необходимо ввести собранную с инструмента костную стружку или гидроксиопатит, или другой мастер-классический материал в верхнюю часть ложи. Если планировалась установка одноэтапного имплантата и произошла пенетрация дна верхней челюстной пазухи или грушинидного отверстия, целесообразно изменить тактику лечения, провести двухэтапную имплантацию и заменить одноэтапный имплантат двухэтапным. Тактику хирургического вмешательства целесообразно изменить также в том случае, когда планировалась установка внутрикостного элемента имплантата цилиндрической формы и произошла пенетрация. Его следует заменить внутрикостным элементом винтовой или комбинированной формы. Следующее осложнение, которое может произойти, это проталкивание внутрикостного элемента имплантата в полости верхней челюстной пазухи. Это осложнение иногда является следствием субандральной имплантации и нарушения или замедления репаративной регенерации кости. Оно требует дополнительного оперативного вмешательства с целью удаления внутрикостного элемента из полости пазухи. Также в ходе хирургической процедуры установки имплантата может происходить повреждение стенок нижнечелюстного канала и травмы нижнечелюстного нерва. Причиной повреждения стенки нижнечелюстного канала и травмы нижнечелюстного нервы являются некорректное планирование лечения, небрежное препарирование костного ложа и неправильное определение размеров имплантата из-за непредвиденного искажения вертикального размера нижней челюсти на аутопатомограмме. Следует отметить, что не всегда вскрытие стенки нижнечелюстного канала обязательно вызывает необратимое повреждение нижнечелюстного нерва. Вскрытие стенки канала может привести к образованию внутрикостной гематомы и сдавлению нерва. В этом случае частично утраченная чувствительность в зоне иннервации нижнечелюстного нерва постепенно восстанавливается в течение 2-3 недель. При остеопорозе нижней челюсти стенка нижнечелюстного канала может иметь отверстие, дефекты или вовсе отсутствовать. В этом случае симптом инсана не обязательно связан с повреждением нижнечелюстного канала и нижнечелюстного нерва. Он может являться следствием кровоизлияния в косномозговые пространства и отеком стромок костного мозга, вызывающих сдавление нижнегулочкового нерва. При этом наблюдается типичная клиническая картина парастезия или частичная потеря чувствительности нижней губы. Наступает на следующий день после операции и постепенно исчезает через 5-7 дней. Различные причины нарушения функции нижнегулочкового нерва, которая может возникать после импортации, естественно, определяются в таких ситуациях и с тактикой лечения. Если парастезия нижней губы обусловлена с давлением нижнегулочкового нерва за счет отека стромок костного мозга или внутриканальной гематомы, можно назначить антигистаминные препараты. Кроме этого, астерин через 3-4 дня после операции тепло на область соответствующего отдела нижней челюсти. Если симптом Винсана является следствием повреждения не только стенки нижнегулочкового канала, но и самого нижнегулочкового нерва, и имплантат располагается непосредственно в нижнегулочковом канале, о чем обычно свидетельствует стойкое нарушение чувствительности нижней губы в течение 1-2 недель без положительной динамики, показано удаление имплантата и соответствующее симптоматическое лечение. Прозорин, витамины группы В, вазоактивные препараты, физиотерапия. Иногда пациенты отказываются от удаления имплантата, предпочитая возможность несъемного протезирования парастезии нижней губы. В этой ситуации можно назначить медикаментозное симптоматическое лечение, которое в ряде случаев дает положительный результат. Чувствительность нижней губы может частично или полностью восстановиться через 6-12 месяцев. В любом случае данный вид осложнений необходимо, и ведение таких пациентов необходимо вести совместно с врачом негулоком. Следующее осложнение – это пенетрация компактного слоя нижнего и боковых отделов нижней челюсти. Сама по себе пенетрация нижнего или бокового компактного слоя нижней челюсти не является осложнением, а в ряде случаев, например, при бикокротикальной установке имплантата – это запланированная манипуляция. Осложнением при этом может быть выведение части имплантата за пределы челюстной кости более чем на 2 мм. В этом случае следует установить имплантат меньшей высоты во время операции или провести реимплантацию в сроке от 1 до 2 недель, если выведение имплантата за пределы кости было выявлено в послеоперационном периоде поликоторной или рентгенологической. Следует избегать пенетрации компактного слоя в области внутренней косой линии нижней челюсти, так как при этом велик риск повреждения ветвей язычной артерии. Кровотечение также велик риск кровотечения, образование гематомы и развитие воспалительных осложнений. Следующим осложнением является отсутствие первичной фиксации имплантата. Причинами отсутствия первичной фиксации и подвижности установленного в ложе имплантата могут быть остеопороз и некорректное формирование костного ложа. При высуопорозе первичной фиксации имплантата можно достичь при помощи следующих приемов. Установить имплантат другой конструкции. Например, если ложе было сформировано под цилиндрический имплантат, установить внутрикосный элемент винтовой формы без нарезания резьбы в костном ложе. Вместо цилиндрического и элементового можно установить имплантат комбинированной формы, предварительно вскрыв компактный слой под его пластиночную часть. Также можно ввести в сформированное ложе остеокондуктивные и остеоиндуктивные материалы и затем установить внутрикосный элемент, под который была сформирована костная ложа. Отсутствие должной фиксации имплантата в ложе при остеопорозе является показанием к увеличению срока исключения имплантата из функции до 6 месяцев. При первом, втором и третьем фенотипах архитектоники челюстных костей, когда отсутствие первичной фиксации имплантата обусловлено некорректной подготовкой костного ложа, можно также использовать несколько приемов. Установить имплантат аналогичной формы, но большего диамета, если позволяет анатомические условия. Для этого в случае необходимости следует доработать ложа. Срок от имплантации до функциональной нагрузки при этом можно не увеличивать. Также можно оставить имплантат в ложе и заполнить зазоры в верхней его части костной стружкой. Если планировалась установка одноэтапного имплантата, следует изменить тактику лечения и привернуть к двухэтапной методике с использованием соответствующей конструкции имплантатов. Срок от имплантации до второго этапа следует увеличить до 4-6 месяцев. Следующее осложнение, которое рассмотрим, это перелом стенки альвеолярного отростка. Данное осложнение может иметь место при установке пластиночных имплантатов. В том случае, когда ложе под имплантат было сформировано меньше, меньше, чем положено длины и слишком близко к одному из компактных слоев кости. Или при узком альвеолярном отростке, или при перфорации компактного слоя в области внутренней косой линии нижней чинности. Перелом стенки альвеолярного отростка может произойти, если ложе имеет изгиб и его кривизна не соответствует таковой форме имплантата. В данной ситуации следует прижать отломанную часть к отростку и наглухо зашить рану, обеспечив таким образом иммобилизацию фрагмента кости. От имплантации в данном участке следует отказаться в течение 6-8 месяцев. На этом данная лекция завершена. Спасибо за внимание. Продолжение следует...